Подходит к концу 2014 год, а это значит, что пора подводить итоги. Несомненно, для страны это было сложное время, но наш регион не зря считался и считается ныне лидером. Труд и сплоченность принесли немало хороших результатов. Хотя новые времена определили новые непривычные показатели. Например, более полутора тысяч беженцев с Юго-Востока и Крыма получили материальную помощь в размере от 3 до 7,5 тысяч гривен. 500 семей получили компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг. В этом году устроилось на работу 50 тысяч жителей области. Все это заслуга сотрудников социальной защиты и населения области. Динамика развития наблюдалась и в медицине. Так, в Днепропетровских больницах открылись новые отделения. Из них первое в регионе – детское ортопедическое для выхаживания новорожденных. И два гемодиализных для пациентов с почечной недостаточностью. Хирургическая помощь была оказана почти 3,5 тысячам пострадавшим, в том числе в зоне АТО. Для сферы образования 2014-й стал годом реформ. В связи с принятым Верховной Радой законом про высшее образование, нововведения коснулись как вузов, так и профтехнических учебных заведений. Здесь уже внедряется европейский опыт при экспертной поддержке стран ЕС. В детских садах области создано 780 дополнительных мест, а выпускниками школ в уходящем году стали 5 тысяч 11-ти классников. На протяжении года наши спортсмены принесли 269 медалей на чемпионатах мира и Европы, а культурные мероприятия вышли на международный уровень. Одним словом, жизнь продолжалась. Продолжение следует...